Икона Божьей Матери, именуемая Спарительница Хлебов, была написана по благословлению старца Веденской Оптиной пустыни, Иеросхимонаха Амвросия. Иконой Спарительница Хлебов отец Амвросий благословил основанную им недалеко от Оптиной пустыни Шамординскую женскую обитель. На иконе Божья Матерь изображена сидящей на облаках, ее руки распростерты на благословлении, внизу сжатое поле, а на нем среди трав и цветов стоят и лежат снопы ржи. Старец Амвросий сам указал день празднества иконы 15 октября и назвал образ Спарительница Хлебов, указывая этим, что Пресвятая Богородица помощница людям в их трудах по снисканию хлеба насущного. Удивительно, но день погребения старца Амвросия пришелся как раз на день празднества иконы. Первое чудо от святой иконы было засвидетельствовано в 1891 году, когда в России был голод из-за неурожая, а на полях Шамординской обители хлеб родился на славу. Годом позже, уже после кончины старца Амвросия, его послушник Иван Черепанов послал список с иконы в Пятницкую женскую обитель Воронежской области. В той местности была засуха и угрожал голод, но вскоре после того, как перед иконой Спарительница Хлебов был отслужен молебень, пошел дождь и засуха прекратилась. Перед иконой Пресвятой Богородицы Спарительница Хлебов принято молиться об избавлении от засухи и голода, гибели хлебов, о хорошем урожае, защите имущества и возвращении долгов. Пресвятой Богородицы Спарительница Хлебов